В столичном парке 500-летия Чебоксар в минувшие выходные прошел детский праздник, где подвели итоги конкурса рисунков от известной строительной фирмы. Более 300 юных талантов нарисовали на бумаге дом своей мечты. В Рио главы Чувашия Михаил Игнатьев поздравил детей с их первыми творческими победами. Крепкая семья и надежный дом. Вот что нужно каждому для по-настоящему счастливой жизни. Однако жилье может выглядеть по-разному. Юные архитекторы приложили максимум фантазии, чтобы изобразить то, что взрослым и не снилось. Организаторы не рассчитывали на то, что столько детей будет увлеченных, мам, пап, для того, чтобы дети развивали свое мышление, дети свои мечты могли наложить на бумагу, потом красиво все нарисовать, в каком доме или квартире они будут жить. Это вообще здорово. Обращаю внимание детей. Мечты ваши обязательно сбудутся. Надо стремиться к этому. Где-то легкие, воздушные, а где-то совсем не по-детски основательные. Такими изобразили маленькие художники дома своей мечты. Первый билет победителя получила шестилетняя Анастасия Лаврентьева, нарисовав домик, взмывающий в небеса на воздушных шарах. Внутри у него есть много воздуха и светло у него. У него могут жить весело и взрослые, и дети. Еще может мой дом летать. Я хотела сказать спасибо всем-всем, особенно моим родителям, потому что они меня любили крепко-крепко и любят. Главными критериями при отборе детских рисунков были, конечно же, неординарный подход и яркость изображения. С этой задачей справились все участники, получив море положительных эмоций на веселом празднике. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин